Ну и вот ООООО Ну в аль против Mipa Impea это вообще не те кэри не ну да а это абалют том μкей то есть Joe здесь ничё не будут делать и импульс добрынь и сразу опять таки бэбл begins бэбл и то есть тоже у нас из игры уходят им не нравится они считают пик там фулб оскорбители наwh я этого выходит просто сразу не импульс не хотят они дальше играть во другим надеяться что опять таки Быстро сейчас китайцы пофиксят проблемы Какие-то проблемы с коннектом с самого начала Жотма дропнула, помним, во время пика А может, подожди, может это тоже дроп? А нет, ну сразу мипа взял год, значит это не дроп Да не, мипа, я думаю, это было в планах уже Так более-менее плюс-минус Когда увидели найкс, уже точно подумали Что мипа будет хорошо, потому что Ну, есть определенные кэри Которые мипа напрягают, знаешь, что это Мир Спирит, какой-нибудь, или там Кунка, или еще какой-нибудь Такой сэксвены там Ну, найкс явно не тот кэри Ну, я пока паузу, еще раз напоминаю Чтобы вы в параллельном браузере В параллельном окне включали Канал StarLadder4 Писали туда в чат разные гадости Гэтханта, чтобы он не расслаблялся Там в эфире Ну и смотрели, конечно же, трансляцию Азиатского дивизиона Старсерии Там сегодня, напомню, сразу же После конца эфира Айлиги Будет решающий матч Азиатского дивизиона Будут играть там у нас Джоннис Ревенш против Титан Фактически за выход на ландфиналы Ну, там еще могут быть варианты, но в любом случае В 16.45 сет начнется эта игра Еще раз напомню Ну, а вечером сегодня StarLadder Европа Слушай, а в Титан кто сейчас играет? Мушу в Титан играет? Мушу играть в Титан Все, так, да Смотри, в смоке Virtus.pros забегают Хотят, наверное, поставить в арт-гейм Может быть, кого-то убить заодно Попробовать Китайцы здесь заняли позицию Ну, сейчас Ксяо, походу, отвалится Он как раз летит Кто там первый идет Первый идет Йолы Сейчас будет стан Йолы Стан Йол стан И далековато остальные Летит стрела Попадает стрела Станчик хороший Ну и Ксяо, так Ксяо еще живет И третий стан Ксяо погибает Гот начал пупами бить Жоу Надо забирать и Жоу еще И можно еще и Диди забирать Да заберите Жоу Бол, отличное начало Просто шикарное начало Да, то есть Очень, очень Сомнительное слово Игра от китайской команды Потому что Зачем так чекать Чекать должен Если уж так чекать То Skyverse Match Потому что у него 325 МС Он просто улетит Когда увидит скелета У Вайпера 285 То есть на 40 меньше Не успевает просто улететь Просто их поймали В настолько нестандартном месте И в настолько неправильном месте Что это дурдом Да, это Соломит Мэппо у нас Который должен был идти Туда с Пурменшилдом И с двумя тангусами Но идет с Пурменшилдом Тапком и тангусом Да, тут у него все хорошо У него уже Еще половина второго уровня Но против Вайпера будет Ему не очень весело Ну да Но это Миппо Он получает третий И идет фармить лес Но попытку сейчас У них не получится убить Просто годы Если они сейчас даже попытаются Потому что у него Этот Пурменшилд и ботинок теперь И они уходят на топ И кстати на топе Им там могут навалять Довольно серьезно Если они выйдут На самом деле да Что самое забавное Им реально могут здесь навалять Еще Потому что у Жотма Этот Челингтач Он очень серьезный Нападает на жопу Которого нету У него нет рейджа Поэтому Дэнскуриер Килл тем временем У нас Сейчас мы увидим Где после того Как убьют Джоу Да, вот Джоу погибает Дэнни знает Кого копать Что они делают? Они заблудились Ну тут Йолл в лесах стоит, кстати, встрял Йолл, к сожалению. Они заплатились, но вроде бы они разобрали, что всё-таки надо кого-то бить, чтобы пытаться убить хотя бы. Безозер начинает убиваться. Йола просто крип убивает, Йолл не может выбраться. Это такой трэш просто, забей. Йола в итоге убили. Его просто зажал крип, который стоял его и месил просто 2 минуты, но в любом случае... Ну очень, 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 очень. Мне не нравится вообще, как играют ЛБ, конечно, потому что они смогли убить и этого... Не кошку, которая с липом, а, конечно же, аппарат. Они могли просто... Смотри, Ксалэй, сейчас будут бегать меня. Ну да, аппараты должны были убивать, напали почему-то на кошака, а вот Стрела, к сожалению, мимо. Почему Стрела летит первее, чем сетки, которые есть обе годы? Год могут закинуть же 2 сетки просто. Год, кстати, сейчас может умереть, вот что я тут обратил внимание, но нет, живёт. Да, вынужден отправляться, он сейчас домой будет, потому что регена абсолютно нету, курицы тоже нету. Ну, кстати, где умерла курица, Сен Кинг убивает Рейс Кинга тем временем ещё раз, а курица умерла вот здесь, на топе. Она бежала, несла Сен 3 ворды и... Седой там напал на Лон Диди, Лон Диди зачем-то дерётся с Седым, но ведь он же умрёт, он же умрёт. Ну, смотри, разменялся, а он Диди не получил ни ХП, ни денег, а как раз-таки Седой получил... Ну, это минусовой размер, я вам скажу так. Ну да, 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 не очень весело. Не надо делать. Ну, а, ну Седого Патильник, Лон Диди знал, что он не уйдёт, тогда, в принципе, да. Наверное, он сидел в правильном, в такой ситуации, хоть как-то разменяться. В любом случае, хорошо, а человек просто умереть. Ну что, на топе опять-таки будет атака, там уже не так просто Жоу убивать, у него же всё-таки есть Рейдж. Ну, сейчас Трипла на Триплу уже должна намного быть веселее. По левелам появились там 2 левела у всех, так что надо нападать. Ну, в ВП намного сильнее Трипла, они могут в любой момент нападать и, по идее, разваливать просто под Чилинг Тати. Стан любому герою, стрела и... Ну, правда, я понял, почему это не происходит. У БЗ нет маны элементарно, ни на что. Курицы нет, принести себе. Ничего не можно, да, да, это не весело. Да, ну и в миде получает Вайпер вообще свободу действия. У него 15-5, на втором месте Фурен, которого 12-0, и на Экс, которого 10-8. Вот, несмотря на раннее классное начало. У меня по Крепстатам все очень хорошо у китайской команды. Китайской дружины. Смотри, нападает Год здесь на Ксяо 8. Нормально, он так напрягает его, но, на самом деле, тут как-то вот Ксяо 8 такой терпел, значит, мне кажется, что он все время бил, он опять мог бы убить Года просто. Боится, боится. Директор. Ну, может быть, немножечко. Но Год тоже довольно нагло играет так миде, он понимает, что линии ему вайпер вряд ли выиграть, и ему надо вот как-то так вот харасить, накрыть, сколько-то пытаться. Ты знаешь, Год играет, на самом деле, странно, потому что, если что, это просто... Там есть Лонг Диди, он может прилететь в любом моменте, Года даже нету, чтобы проесть. Он может прилететь, поймать просто и все. И Год бы умер. И это бы уже произошло бы, если бы Лонг Диди полетел вот в прошлый раз. Но почему-то Лонг Диди не хочет никуда лететь, он тут стоит. Пятый уровень, кстати, уже Лонг Диди, он, может, хочет взять шестой, чтобы помогать сразу же на трипле своим тиммейтам, я не знаю. Ну, да-да-да, это, кстати, хороший, ну, способ как бы выиграть свою триплу. Фурион получает шестой, и под его ульт вы начинаете драку, там залетает этот ульт, и драка выигрывает. Так иногда случается. Да, ну, и тем более, тут вторые левела, и как бы тут не поубивать этого Жотма, там Йола, это же легко с Фурионом будет. Тут пытается Диди и 820 найти какую-то нычку, и они находят, так полетел в конкастер. Что это такое? Не знаю, Диди не уворачивается от станы, почему-то... Ну, ДД тут погибает. Я... Пара-пара-пам. В Миде, в Миде у нас пытались убить Года, но Год сюда размансовал, там Вайпер с ДД очень сильно напрягал. Кентавра тоже помогал уже с ниней линией, он... А, нет, ну, счет, так. Чемпионатый уровень, так, НК-7 шоу, БЗЗ, и проблема главная БЗЗ. Стран БЗЗ стрелу дает, но все, погибнет здесь БЗЗ. А, нет, не было у него. А снизу Лан Диди может и умереть, но нет, сюда не сможет добить. Лан Диди довольно плотный тут. Довольно плотный Лан Диди, и он немножко... Вот, ему не хватает этого уровня. Буквально пара крипов, чтобы шестой получить. Вообще-то он его получит. На топе смерть сейчас абсолютно лишней была от БЗЗ. Конечно, вот так вот. Да что-то много там смертей на топе странных, откровенно, да? Там вообще чертичо происходит. Если так запустить, вот просто ники закрыть, чтобы не было видно, кто играет, и просто такое ощущение, что, знаешь, какой-то лютый папчик допустили. Да, да, да. И пошло-поехало там Сент Кинг застревает, где-то его крип, блочит там... Где-то на сток вольме, кто кого-то месит. Ну, это гипотолог. Да, да, да. Там Сент Кинг вот этот, который просто сидит в инвизе, хотя рядом сентря его все бьют, он продолжает там сидеть, как будто бы не понимая то, что происходит. Ну, чтобы вот тем более чем заформирует трипл стак в лесу, который он сам же себе и настакал чуть пораньше. И сразу зарабатывает уже седьмой левел. У года мы видим 31 на 1 крип стат. Вышел он уже на второе место по крип стату. По нетворсу он вообще первый должен быть, да так оно и есть. Смотри, вайпер идет гангать кентавра. Это что-то... Странное. Это что-то странное. Седой не туда, кстати, побежал и... Не, он копит тп и топнется просто. Это реально... Я не знаю. Просто твой ганг. Ганг. Ну, это серьезный генч был. Причем, смотри, куда он степешился. Ну, все правильно, он сделал. Сюда же степешился, чтобы дефить этот тавер дальше. Супер генч. Там, кстати, тем временем ловят у нас Диди, который опять-таки, я не знаю, куда он пошел. Да, он тут загуливается. Вот его видят. Ёл в инвизе. Да нет, ты что у Ёл инвиз? Ну, видимо, не знаю. Ну, видимо, не знаю, да. Чилинг тач. И песочек тут не поможет ему никак. Рядом есть... Ну, разводит на время. Куда-то побежал, Дидиди сейчас еще куда-нибудь побежит. Может, просто там пики догоняются. Он сейчас знает, что у него ни песка, ни маны, ничего нету. И тот тавер, он пытается отдаться. И, кстати, получится у него это сделать. Ну, да. Ну, деньги поделили. Конечно, много за него не получили. Не, ну, вообще, Диди более-менее сыграл по итогам. Потому что пока все это происходило, тавер смогли забрать на халяву здесь. Там фуэ. Но тавер, пожалуй, поважнее, чем один герой. Ну, в любом случае, мы видим, что мипа начинает набирать обороты. Есть уже ПТ скоро. Я не знаю, будет ли скоро даггеры в годы. Ну, должен быть какой-то быстрый даггер. Или же сразу начнет делать агоним. Вот что интересно. Да нет, сразу агоним, скорее всего, вряд ли даггер. Он будет фармить, ему не надо оно. Ну, может быть, да. Тоже неплохо. Программа в том, что чем справляться с мипарем? Ну, ульцин кинга и мистик флэр, ну, типа, да. Не, справляться с мипарем, откровенно говоря, нечем. Ну, в лейте. Но какой-то, ну, как бы, в какой-то момент времени можно. Все-таки мипа не самый, там, сильный герой. Вот, знаешь, там, Мирутина 15, например. Он так себя... Ну, если у него не будет агонима к этому моменту. Что бывало. Жоу на топе... Умер. Да. Даже если у него будет агоним, там, все равно не самый он сильный. Но вот, если буквально еще чуть-чуть он фармит, то там уже начинаются проблемы. С травмитива будет тупо не о чем. Там, Алекс не справится. И Вайпер тоже не справится. Два саппорта на топ от команды Томфу УБи хотят такие опять забежать. Сейчас появится Жоу, будет делать ТП, будет устраивать на топе драку, будет пытаться убить Йола вместе с БЗЗ. У Йола четвертый левел, и сейчас, кстати, его поймают. Йола убьют тут, да. Йол, инвиз. Да ладно. Что? Ба? Ба? Лучше бы доту комментировали, да, товарищ? Почему-то нет у них, да, ни просветок, ни синтрей, ничего. Чисто ганг на Патму безвиженная. Опять же, протраченный просто в пустую смог. И никакого эффекта. Но Сенкинг, конечно, вот на этот раз Диди играет на Сенкинге, на котором он за свою карьеру сыграл 8000 матчей. И играет он не лучше, чем в прошлой игре у нас играл Лонг Диди, который сыграл 9000 матчей на Сенкинге. Наверное, чуть получше все-таки, не знаю. Он, конечно, тут крабит иногда, но, в общем и целом, хотя бы как-то видно его присутствие в игре. У него как бы нет этого блинка там на 7-ой минуте, да, на 5-ом уровне. Но зато у него как-то счет 2-2, он как-то ходит, что-то там станет, все-таки что-то делает. Он Диди реально из игры там выпал и вообще в ней не присутствовал, по факту, по итогам. Ну что, 3 тавра забрали там фу-уби, и понятно, что не будет продолжать забирать вышки. Есть фурион, почему бы и нет, есть вайпер с мекой. Ну и вэп сейчас будет тяжелая ситуация, потому что... А дефицит пока вэп нет, пока вэп нет дефицит, но очень-очень мало всего у них. Нет ульта у аппарата, чтобы там закинуть сюда... Ну и вот под меку вообще ничего не могут сделать, то есть как крипов просто не поубивать здесь вообще никак. Ну да, да, 4-го уровня вот этот вскинг, тут какой-то там дабр без блинка, ну да, пока тут уби... Тайминг очень жестко ловит в плане вот этого пуша. Виртуз-фор просто откровенно ничего не могут. Ну и надо разбегаться здесь вп, потому что сейчас могут Йола поймать, нет, Йол все-таки бежит, на подванды бы не подставиться, есть челинг-тач и помогает. Опарейшн не может быть. Нет, летит стрела и никуда не прилетает. Ну и дальше пушит просто. По деньгам 5 тысяч ведут уже Танг-фу Би, по XP 4 тысячи ведут Виртуз-Про. Все абсолютно понятно, есть Мипа на карте, поэтому по XP будет вести абсолютно всегда почти, но сейчас... Ну, заберут сейчас скорее всего, наверное. Если что-то не произойдет экстраординарное, заберут сейчас просто этот табор спокойно тоже парни из Танг-фу. Дальше они, наверное, пойдут куда-то к Рошану, но они просто... Один такой минус в этом всем их действии... Седой сейчас стрелет. Ульта Парышина появляется. Хорошая ульта Парышина, как вы! Залетает, но там Мека... Какой ульта Парышина залетает? Ну да, тут, правда, приходит год, он может сейчас начать ловить людей, да? Он ловит двоих, прилетает сюда еще кто-то. Ксяу просто тупается, он где-нибудь пытается тоже тупаться. Ну, размен 2 в 2, и Таура Дефили. На этой минуте для ВП это шикарный результат. Да, результат хороший. И, ну, тут, конечно, ульта Парышина спас вообще ситуацию. Если бы не этот ульт, если бы уже так бы и не было шестого, или если бы он там ульт куда-то просрал бы до этого, то сейчас могло бы быть пять в ноль на самом деле. В любом случае, 9-6, Виртуз Про отбивается, они уже показывают, что мы уже можем драться. Да, и действительно, с ультом Парышина они уже смогут драться, они уже смогут давать серьезный такой отбой. Да, кентавр еще нужен брейк, но вот как раз с этим проблемы. У Куседова, он сейчас еще и умер, у него вообще денег нет. До блинка долго. Это ок. Так, Сент Кинг умер. Где Сент Кинг умер? Справа умер от ульта Парата, и от прокаста БЗЗ просто погиб ДД. Неплохо, 10-й фраг. БЗЗ, тем временем, мы видим, есть Аквилов из Барабаны собирает себе, собрал то есть себе Аквилу, и будет собирать Барабаны. Ну, должен, по крайней мере, собирать Барабаны. Но Сидому Даггер вообще кровизносу нужен. За минутки 4 боево нафармить. Тысячи не хватает до Агонима Милпа. То есть ошибался я по поводу 20-й минуты года. Нет, 20-й это да. Но ему как бы дали фармить, это понятно почему. Но тут будет быстро, да. Да, еще и фражок. Тут Агоним будет быстрый, и Агоним будет, конечно, довольно мощный. Там, кстати говоря, ловит Седова, но проблема станов присутствует у команды Тангфу. Да, да. Есть Сент Кинг, но он не успевал, потому что у Сент Кинга, опять-таки, нету Блингдаггера в этой игре быстрого. Мы идем 1700, у него голды, то есть Блингдаггер появится у него. Он как бы довольно быстрый, под Ма инвиз. Тут просветки нет. Ма забирает инвиз прямо из-под носа, и нету, кстати говоря, Вижена у АБ. Они даже не знали, что здесь инвиз. Они даже не знают, что под Ма в инвиз сейчас, короче, может что-то произойти не по их планам, потому что сейчас ульт аппарата прилетит сюда. Кто-то может еще прийти. Но Лонгдези здесь должен умирать вообще. Она может украсть Аэзи? Смотри, БЗЗ может вложить, короче говоря, ТП-шку в Ксягу и забрать Айя из-под визи. Она может просто забрать или паут сделать, но у него инвиз закончится, у него инвиз закончится к тому моменту. У него нету слота, седой подходится, а летит сюда ульт. Ульт залетает в Лонгдзи, где Старфол? Старфол нету маны, стрела непонятно куда, и так себе сыграл БЗЗ, но есть там Пит. Догоняет 820-го, он погибает. Ксяуэйт пытается уйти. Чилингтач, как больно Ксяуэйту. Это еще один минус и делает его седой, седой делает даблкил. Тогда когда пришел Диди, он пешком пришел в драку. Он просто шел, он просто шел, 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 просто умер, да. В этом всем самое главное, что у него было 2080 голды. У него было 2080. И теперь он байбекался, и пошел опять в атаку. Да, что творят, что творят китайцы. Да, Тонг-Фу убить, действительно, все-таки по именам суперзвезды, но по игре мы видим, что ребята, видимо, на тренировках, если они там, конечно, и живут в Тимхаусе, в каком-то, больше, наверное, бухают, чем шпилят. Да, но Рошана, они при этом все равно пытаются забрать. Да, они сейчас опять там поумирают. Сейчас полетит ульт очередной жотма. непонятно. Нет, наверное, получится забрать. Не успеют здесь, виртус-про уже. Или успеют. Не успеют, не успеют, не успеют. Да, успеют. Ну, Йоу просто забегает с Тидой, в Сайленс его по рейджу, ну, забрал Жоу. Ну, хвала за это. Жоу пошел на войну, но Жоу тут довольно сильный, и у него сейчас... Ну, Сидова может убить. Нет, сейчас закончится рейдж, он залез, скрип, вылез, и Йоу первый раз погибает. А, нет, это уже с инкарнечным умеет. А у него походу маны что ли не было? Да, у него маны не было, но стикер не выпил, у него 10 стиков было. Сидойт по аут от Жоу, и уходит он отсюда, ДД опять. Вот, кстати, ну, Года, кстати, тоже убили, это, кстати, очень неприятно, у него 13 уровень был. Ну, вот 2 в 2, ну, да, выбили Аегис, и Года убили. Не, не, Аегис остался. Разве остался? А, да, остался, остался. Ну, бегает Жоу с Аегисом. Я смотрю, на уровне этих танкфу, такие они маленькие, смотрю, 9 уровень, ну, по ХП, по ХП, вели вот до этого, до смерти года, вели трудно так, дробно, вели ХП и ВП, а там было 10 тысяч ХП, а 5 тысяч голды, они проигрывают. 2 тавер упал, Сенгейк покупает Даггер. Некро 3 есть, ой, Лонг Диди, ну, вообще, да, слушай, обид, вот они просто ХПу немножко отвоевали, голду опять вернули себе 5 тысяч, и, в принципе, они все еще в игре, но хотя вот эти вот забеги, Диди там, не знаю, просто пешком, как будто бы это бот какой-то. Не, ну это просто какой-то убер фейл, и я не знаю, как можно дальше фейлить. Да, как можно так дальше фейлить, и, ну, как бы еще на плаву держаться, более-менее все-таки, за счет чего-то, но держатся, да, за счет чего непонятно. Он Некротрил, он Диди, правда, он почему-то их вызывает вот таким вот образом, где-то вообще посередине линии, даже до Тавра не дойдя, там, драки нет никакой, уже Некротрил пошли почему-то. В атаку. А, ну, видимо, они просто Некротримы хотят. О, слушай, опять Года могут убить, да, его сейчас найдут, он протракил еще все пуфы, и его тут убьют, наверное, Миссик Флэр, не-не-не, он еще убежит, и пока Год живет, но вот ультимейт Сенкингал он уже не переживает. Но, правда, здесь должны разменять и ДД, и Жоу за это, да ладно, что отпускают и одного, и второго. Ну, Жоу, а Егис, если вы его еще и спасти, ну, как-то кто-то подойти может, наверное, и подтягивается к Сяоуэйд, подтягивается ДД, который сейчас готов копать, но он почему-то очень долго думает, о нем нечем копать, у него тупо нечем копать. Вот сейчас появилось, Сяоуэйд, Мека, ну как ему дали юзнуть эту Меку, он спил еще Меку прожает, а там всех ловит, ел, он еще с Реинкарнэйшном, поэтому его особо не бьют, но сейчас его пудут, бить все-таки. А, у нее нет Реинкарнэйшна. Опять нет Реинкарнэйшна. Опять 5 стиков не прожал, ну, может быть, кулдаун был на стиках, и, на самом деле, минус, 3, ну, а до этого еще был минус год, до этого еще был минус год, да, и по галде. А, нет, уже есть у него Аганим, но все равно. Да. Уже 10 по галде. Ну, Лонг Диди еще тавр забрал снизу, вот, пока эта трака была, то есть, такие дела. Да, он не просто забрал тавр, он еще и по Коцрул Тир 3, на, там, 600 хп на 530, если быть точно. Неплохо, Лонг Диди. Вот, поменялись они местами с Диди, и пошло чуть-чуть получше, но ненамного. Хотя Диди все равно, да, исполняет, но да, хочешь что-то, ну, Лонг Диди, как минимум, стал играть на порядок интереснее, чем играл в той игре, как минимум это. Так, ну что, год с Аганимом, есть полторы тысячи хп, тысячи голды появляются, не знаю, что он там будет дальше себе собирать, этому ми-парю. Что-то на плотность не помешало бы, потому что мы видим его. Снова смог, только теперь уже нет Аегиса, но Йола здесь находит, а Йол, он все еще с рекордами, короче, Йол как-то так все время умирает, что у него все время есть рекордация, и на него как-то нападать практически. Лонг Диди. Смерть. Ну, в миде, там, вот на Лонг Диди прям все, что надо. Всунули и Тауэр забрать, а почему же вы Тауэр не заберете сразу? Надо, надо забирать Тауэр, здесь в самоке, я иду, тут БЗЗ видят. Да, я люблю. БЗЗ не успел ничего сделать, ДД копает, очень хорошо, мистик флэр, никуда, год, неужели год не уйдет? Год уходит. Ой, ушел, ушел год, по крайней мере, пока ушел, тут правда летит Лонг Диди сюда, но он... Не закрыл, и Лонг Диди надо убить, очень быстро, ему надо здесь размансовать, есть еще один пуп, отлично, Жоу врезается в Года, Год погибает, и плохо, плохо все. Да, но, нет, ну, плюс-минус более-менее, потому что Лонг Диди байбэк у нас, это как-то в американских трансляциях любят говорить дайбэк, или как-то так, ну, в общем, типа, он умер, прилетел, умер, дайбэк, и это вот... На самом деле, Год с байбэком, да, он же может байбэк, и этот пуп сейчас просто, ну, наваляет. Суткин, с Найксом, йол! Вот, наконец-то, он первый раз нормально, и вот это вот очень хороший, очень хороший смех, он вообще не отпустит никого сейчас отсюда. Да, ульт по двоим, Старфол от БЗЗ, очень быстро развалились Кайросмага, очень быстро развалили Вайпера, ну, пытается уйти отсюда Диди, стан в него залетает очень далеко, и он успел сделать блинкаут, а здесь, Стрела, стрела! Ну, в любом случае, минус 2, они плохо тебе, или не забили? Ну, пытаются, что-то, ну, нет. Минус 3, то есть? снова китайцы выбирают свою судьбу сами, зачем нужно влетать, по 24-й товара, на скелеты с этим сольтоном? Ну, годы на байбэк разводили, на байбэк такие они его и развили. Ну, развод так себе, когда ты двоих теряешь, и тавр после этого. Да, не самый лучший, скажем так, не самый выгодный. Что, в ВП надо забирать вышки, они забрали только первый тавр в игре, на 20-й минуте, сейчас учитывая, что у них уже 6 тавров мертвых, попадали, то есть, и, ну, если они сейчас начнут забирать вышки, то, в принципе, они вот это преимущество под негам отыграют. Невольно быстро у них начнут появляться какие-то шмотки, то есть, хотя бы у Патмэй, потому что у Патмэй сейчас вообще ничего нету. Да, Патмэй ужасный бомж, вообще тут пока все держится только на мемпаре на этом, ну, как бы у него тоже толком нет ничего, но зато у него левел 17. А тут, кстати, я так обратил внимание, у ДД появился Форстаф, очень неплохой, и там, против того же мипаря, и с подфокуса кого-то, вы, 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 выталкиваетесь. Ну да, или самого себя там, как-то после ульта, то есть, тут, не плохо для, для мэппо. Куда идут китайцы? Они идут заканчивать, не зная, что нет вайбэка, они хотят закончить игру, у них Некро 3, у них пеньки, и они будут пытаться что-то. Не, ну может быть, да, может быть, они хотят уже, да, просто закончить игру, что тут не выйдет, они могут еще все навидеть, а вот на них просто нападают, и все, они поднимают. Ультопоречность сейчас ужасный, залетает только по одному Жоу, больше ни по кому, и Жоу пытается. Ты смотри, ай-яй-яй-яй-яй-яй, что вытворил здесь ДД? Да, Горта без байбэка, и БЗЗ из байбэка, да, и Горта без байбэка, а здесь все живые. Ну вот так вот поймали Тонгфу убить, кидой одного убивает, сам размениваться, Йол идет просто, погибает. Но они забрали двоих, это они хорошо сделали, потому что если бы они этого не сделали, то что-то... А, два байбэка. Да, нормально, это не придумали, но... Но 30 секунд сейчас, то есть максимум одну сторону убьют, или уйдут. Да им надо уходить, на самом деле, ну потому что там все-таки жесткий кентавр, не знаю. По-моему, 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 ну там вам не стоит ходить, да? Ну, Т3 тавр, возможно, и стоит. Ну, вы думаете, что, два байбэка сделали, сделали кентавр, кентавр пытается догнать, кстати, кентавр надо быть осторожным. Диди! Трое, бляд, выстроились по подкоп Диди, но вот сейчас надо забирать 820-го, 820-го форставка. Какой хороший форставчик-то, вот Диди отыгрывает. Вот это, отыгрывает Диди. Пришла подмах, Сяоуэйд, Сяоуэйд встанет, А Сурион уже здесь, по-моему, тоже, да, он же появился, а нет, он не хочет лететь, ну и все, заканчивается весь размер, опять 2 в 2. Ну и драка очень долгая была, в итоге кентавр, конечно, выиграл огромное количество времени, мид, мид, одержали все-таки вп, но вот посмотрите на нетворсы, топ-4 нетворса. Ну да, какой ценой, какой ценой, эти байбэки, это очень плохо. То есть, это опять же были, они же оба байбэкнулись, и оба опять умерли через минуту, это очень много денег, потери. 14 тысяч голды ведут, Тонгфу убит. Да, да, да. Ну и по XP они проигрывают только исключительно за счет мипа, то есть преимущества у китайцев сейчас огромные, и вот здесь камбэк уже тяжеловато будет сделать вп. Да, ну слушай, мне диди прям понравился, вот прям понравился, как он, конечно, все сделал, он так сыграл, он подстанил троих, потом прямо из-под фокуса на форстап, ну, 820-го, а еще как вначале, он с ульты въехал там, в бои, ну там, ну ладно, там он просто въехал, и бог с ним, хотя, ну, понятно, дело тоже хорошо, но вот потом прям королевская игра, блин, проснулся этот. Ну, диди так-то чуть ли не единственный, тут игрок, а, ну и Ксяу, естественно, который, как бы, ну, играет, да, 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 остальные давно не играли. давно не играли, да. Ну, хотя здесь, как ни крутить, здесь Жоу чемпион интернешнала и Ксяу, два чемпиона интернешнала. Ну, имеется в виду, они все вынартили, как бы, а диди, он прям вот, он же на Инте, с Инта прям, горячий. Вообще, Рошан появляется через прям секунду, почему-то не чекают, а, нет, вот идет как раз пенечек, чекает, сейчас должны на Рошана по логике вещей идти, китайцы. Но пойдут ли? Вот в чем вопрос. Ну, толсты и толсты, я почему не идти-то? Там еще ДД к тому же лежит, это вообще, сам бог велел, забрать ДД, убить Рошана. Более того, Виртус Про, они и так вот играют в аккуратную доту, а когда они проигрывают, они начинают играть в гипераккуратную доту, они просто стоят на базе. Тем более за Радиент, на Рошана они точно никак не полезут. БКП прилетает все оуэйт, это, кстати, очень плохая новость. Не, не, наоборот, Смог и идут, идут на Рошана, очень долго тут разбираются, на самом деле, парни из Танкфу, ну, как-то с тем, что делать, то есть они вот этот ДД только сейчас взяли. И они не будут бить Рошана, они там что, да, они уходят отсюда, они не видят на карте ВП, они понимают, что Смог, атака идет. Ну да, хорошая игра, в принципе, хотя на самом деле, если бы они взяли ДД, они бы уже убили Рошана. На топе, можно у ДД убивать, но не достает сетка Бигот. И достает, достает. Есть Блинк. Успеет? Да. Хорошо. Очень хорошо. Сейчас на Рошана, сейчас на Рошана, нет Байбека, там Седой бегает в толпе. Стрела полетает мимо, там прожали БКБ. Аппаратом никуда залетает, как нужно бить Йолу. У Йолы есть, конечно, реинкарнация, но... Ну, это может быть неплохо, кстати, сейчас, чтобы он умер. Фурион-то с Байбека здесь, опять же. А, ну да, Йола-Йолы грабили в итоге. Еще раз, да, буквально еще раз, и... И на миде, кстати говоря, крипы грызут барак. Как-то так. Непонятно. Но Каспер был бы недоволен, то, что грызут анимили, что-то, да. Если бы еще крипы 100% всегда грызли рейнджевой барак, то это было бы уже слишком. Ну, это какой-то, знаешь, это какой-то, этот... У какого-нибудь героя должен быть такой скилл. А, да, да, да. Если добавят Каспер, герой Каспер. У меня будет ультимейт, мол, все крипы фокусы на рейнджевой барак. 26-20 счет в пользу Виртус Прон, мы видим год на топе. Да, может попытаться нападать на Йолу, но нет. Боюсь, что даже его может убить. Да, ну, вряд ли. его точно расконтролит. Ну, хотя 1700 голды, 1700 хп включенный рамлет, а 2000 хп это тяжеловато будет. Ну, да, еще прилетающий сверху Фурион под это все дело. Я думаю, что года не хватит сил. Вряд ли он будет рисковать. Ну, он будет рисковать. Смотри, пошел год. Это риск, это риск. Ну, вот Йолу зачем-то прогадивает свой рейдж. Вот как-то вот так. Друг друга испугались, ребята. Да, странная какая-то немножко. Ну, и Йолу возвращается. А, ну, год. Понятно, почему он это делает. Он просто одного своего мипаря уже спрятал на базу, поэтому он уже боковал. Да, да, да. Тогда можно. Ну, что? В миде опять-таки сейчас у нас XIAO8 и подтягивается по топ-линии остальные игроки команды OB. БКБ, рецепт на БКБ скоро будет БКБ появляется у Сынкинга Адиди. За счет последней драки нереальное количество бабла он там заработал. Ему на самом деле нужен этот, по идее, Вейл. Да, не БКБ. Да, Вейл тут просто бросил Вейл на Мипа и это фраг. Ну, да, да. И растрясывал. Каспер сейчас был бы просто в восторге. Да, да. Старички, старички. Я не знаю, как это делается. Они забирают. Брак, но не могут забрать. Ну, брак упадет точно уже в любом случае сейчас там ничего не сделает. А у Йола нету. У Йола нету, да. Хотя ультопоречный неплохой сбрилли с Каевросмага. Сидоя отбежал. Мипа, бамбэк. Йол пытается тут спасти Сидого и спасает. Нет, не спасает. Сидоя сейчас тоже погибнет. Глот выкопался и сейчас может он тут изменить как бы ситуацию. Где Сен Кинг все это время находится вообще? Сен Кинг там прыгал, убивал Сидого. В итоге один фраг сделал. Глот и может делать сейчас еще несколько двоих сетки ловит. Жоу минус, Сяоэс минус. Вот этот вот, привет. Я сюда Егес. Ну и второй раз тяжело будет в году. Стрела, тайминг, хорошее. Сяоэй нужно убивать. Сидоя сейчас пуфают, хулдаунятся. Ну и вот они, пупупупуп. Растянули очень серьезно Virtus.pro. Но это там все сами растянули на самом деле. То есть тот же Сен Кинг вот дядя, которого вам тут хвалили, он всю драку там да, он убил Сидого, а потом он бегал за елом, который от него просто тапнулся. Ульта дяди очень не хватило. Если бы тут он залетел седом или как дата, то возможно но опять на байбеках. На байбеках ВП отковыриваются, потому что если бы год не байбек, Ну, если бы у него не было байбэка, он бы... Ну, то есть, сейчас бы вряд ли что-то получилось. А с байбэком выходит. 30-22. Ну, неплохо. Вот год сейчас, конечно, байбэк себе... Ну, почти я купил. Нет, все-таки не я купил. У него байбэк сейчас стоит очень дорого. Я гляну. Ой, смотри, года могут сейчас найти, но вообще... Как его убить, то у него 2000 хп. Тогда так... Ну, вот можно. Можно. Да. Попытка какая-то, но, по-моему... Да, ты знаешь... Удачная попытка и 70 секунд. Удачная попытка и 70 секунд. Лидит Ультопарейшн тоже мимо. И вот это вот беда. Хорошая игра какая-то. Рисковая игра была, но хорошая по итогам, потому что теперь-то что делать? Действительно, непонятно. Дети убегают на базу. Да, не ожидал год ганга прямо у там. Появляется БКБ, но это должно быть... Как минимум, еще и попытка снести низы. И, скорее всего, они снесут низ. Ну, по логике, им не надо сносить низ, потому что это опасно. Хотя, с другой стороны, может и нет. Ну, Битл-то точно теряют. Здесь в РТС-про, им сейчас драться нельзя, потому что, если они сейчас попробуют подраться, они могут просто себе умирать. Нет, без бипа они ничего не делают, абсолютно. Да, 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 30 секунд еще. Действительно, и Глифф был потрачен, чтобы засейвить тот ранжовый барак. Каспер, конечно, рад, особенно, что все так хотят засейвить ранжовый барак, но... Но без двух сторон играть это намного хуже, чем сейчас. Так, и Глифф его очень нужно. Ну, сейчас прям этот Глифф. Стрела мимо, стамп Ксяо, Йол, Йол пытается на себя вытянуть. Да, да, да. Ринка рад, но 14 секунд. Нормально, нормально, может быть, отдэфят даже. Да, должны, по идее, у китайцев мало времени, и тут они могут встрять по итогам. Сейчас Вернцпо им надо не отпускать, по идее, у Вернцпо им надо не отпускать, по идее, у Вернцпо им надо не отпускать. Ну, китайцы должны кого-то одного оставить, просто у 820-й, например, умирает, но они дальше погонятся, ну, Гртуспо, дошки-то погонятся дальше, конечно. Стампит, прыжок, Ксяо, Йол тэп аут, и сбить нечем, будет погоня дальше, БЗЗ. Жоу, за Жоу можно гонад, да, БЗЗ очень быстрый, он прям пипец какой-то быстрый. Притык, да, и всё, вот тут парашка хорошая, вот так вот. Залетает, и Жоу, Жоу, парашка. Ну, да, конечно, минус 2 сделано было, но минус 2 стороны, притом, милишный барак упал на нижней стороне. Да, 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 и теперь ещё утяжеляется задание для Вертуспро, как вот им сейчас оттолкать две линии. То есть, как выиграть, знаете, или двух игрок против Фуриона. Да, это, это беда. Ну, Году, Год уже понял, что если он ещё раз трянет, то точно ГГА. Хотя, вот я вот смотрю сейчас на Нетворс, и да, топ-4 Нетворса игроки Тонг-Фу, но по сути там 11, 10, 800, 10, 500, 10, 400, то есть, ну, такое. Ненамного там они оторвались от мипа вместо спорта. Да, ненамного, ненамного. Но всё-таки, ты знаешь, мипа обычно он реально тащит, когда он отрывается тысяч на 10 от всех. Ну, так, как-то эта игра мипа такая обычная и есть. Вот ультопорейшна появился с Аганима, и это ещё один плюс для Вертуспро. Йолу очень не хватает блинка, сейчас можно было бы фраг сделать, лёгкий, по идее. Но есть два брасера, нет блинка. Тараска появляется у Жоу. Странный выбор, на мой взгляд, ему бы, этот, Йолнир и Киразу какую-то намного интереснее было поиметь. Ну, это ещё Тараска. Год Хекс хочет, хочет купить себе на мипа, чтобы ещё больше быть полезным в своей команде. У Сынкинга он уже обогнал, сейчас обгонит Вайпера по Нетворцу. Да, тут все покупают БКБшки, я так смотрю. Ну, у Вайпера уже, у Сынкинга уже, но он где-то фармит БКБ. Ну, 820 ничего не фармит, потому что он Скайверас Мейз. Ну, он бомж, да. Ну, да-да-да, потому что у него нет денег просто, чтобы что-то фармить. Он там тапки, у него есть Magic Wand, он доволен жизнь. Ну, а опять же, китайцы очень оборонно играют, то есть, вот эти вот куча БКБ, защита, защита. Опять же, чем убивать, если вдруг сейчас покупают себе итемов Виртуз Про, тот же Мипарь там, то чем убивать-то потом будет, что его... Ну, да, если Мипа за 5 пуфов не будет убивать на того же Найкса, то, наверное, пиши пропало. Ну, черт его знает. Ладно, поняли уже, Тонгфо убить, что не стоит им спешить. Вот сейчас в лесах, как там, подают время. Рошана ждут, Рошана ждут, очевидно. Просто ждут Рошана. Жоу на топе, увидел, что пролетела стрела. Стоит чуть-чуть пофармить. Знаешь, что Жоу на топе, знаешь, что тут есть еще минута УВП, чтобы пофармить немножечко. Ну, а Гот на Жоу не бросается. Могут даже попытаться кого-то найти сейчас в Виртуз Про, там Смок или какой-то Инвиз Кота, но не предпринимают. Нашли они ДД, который прожал БКБ и убегает отсюда. Да, фига, он Пет испугался. Это Ульта Параш, Ульта Параш, сейчас же будут врывы. Смотри, какой он перепутан. А, слушай, а Парашин-то с Аганимом? Да, 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 я говорю, что он купил Аганим, и сейчас будет намного полезнее. Да, я что-то упустил в этот момент. Ну, тогда, если он реально хорошо ульт попадет, там, по Вайперу с Снайксом, или хотя бы по одному кому-то, то, да, это очень хорошее приобретение. Ну, Йол, конечно, два брассера тапок, такой провальный Йол, скажем так. Такой себе боец, действительно, ему бы, может, какую-нибудь ауру купить, Владимир хоть купить, тогда, какой-нибудь для Мипаря. Да, потому что сейчас Йол вот просто никак не помогает своей команде. Ну, нет, он что-то там ходит, бродит, с танк кидает, в принципе, ну, аура у него вот эта, которая от Мипаря отжирается, благодаря ней нормально так. Не, ну да, это плюс. Если дают ему долго бить, долгих драк у нас нет, у нас обычно врыв, бах-бах-бах и разбежались, всё. Да, вот Рошан, через минуту и, там, 20 секунд, что ли, что-то типа там. Ну, через 30 секунд появится. Да? Да. Я что-то не понимаю, это же минутные таймеры. Не, ну только что справа выскакивала табличка, что респаун через 36 секунд. Ты что-то не рассказывал? Не, я не знаю, я просмотрел, да бог себе. Ну, короче, скоро будет Рошан, а тут явно просто обе осели его, ожидая. Просто ждут Рошана и всё. Будет ли покупать Вейл, диди? Мне так нравится Сангейк с Вейлом, он так здорово трусит, он прям дур-дур-дур-дур. Да, и там погибает вообще всё, что рядом находится. Посмотри, года нашли, но... Кстати, могли попробовать его и прижарить, на самом деле. Ну, да, могли. Он, конечно, улетел, скорее всего, но, может быть, и не улетел. 2000, кстати, у года, я не знаю, что он будет собирать, вот Горь сейчас тоже очень боится. Прядься-то полиционал, никого не еда. Чтобы год не смог улетать, это Жоу нужно нам бы башру было бы купить. Я писал там, но... Жоу купил Тараску, в самом деле, вот эта Тараска, я так смотрю на неё каждый раз, мне кажется, что она может чего-то-то стоить оби, потому что там столько бесполезных кусок итема. Ну как? Зато он будет переживать рассказ Нипа того же. Ну да, ну типа, опять же, опять же, от обороны играют, как вот в той игре. Да, покупали всего на защиту, а дэмэдж где? Ну, то есть, знаешь, тот же Найкс, который покупает Мьелнир и там Башер, вот ты вот видишь такого Мипаря, и ты знаешь, что он точно не уйдёт, короче, от тебя. Ты его, ну, просто из Баши даже не выпустишь, он никуда не топнётся. А с этой Тараской ты как бы ходишь с ней просто. Сюда-сюда. Смотрю сейчас параллельно на трансляцию китайскоязычной, это имботевая, 532 тысячи 350 человек смотрит трансляцию сейчас этого матча. Рошана забирают здесь, он где-то получает ульты. Ну и вот надо думать 17 секунд. Ещё чуть-чуть он может, ну, нет, наверное, не умрёт, нет, не умрёт, конечно. Но ещё чуть-чуть и умер, может, если бы его там, Рошана ещё подбашил бы разочек. Да, он вынужден улетать на базу, там сейчас на регенеется и прилетит к команде. Скоро прилет ещё один ульт жёт, молодой, через секунду. Аегис и Сыр, это Виртус Прон, на самом деле, надо здесь... Ни в коем случае нельзя отдавать. Как-то дыраться, да, нельзя, просто смотреть, как он падает. Это Аегис и Сыр, это будет очень тяжело. Но Виртус Прон именно что смотрит. Стрела в шоу. Ну, а дальше... А, ну, не пойдут, не пойдут, понятно. Ну, ещё один ульт аппарата летит, но это так, только напрячь, потому что сюда не пришли. Хотя вот, вот такой ульт, можно запрыгнуть и просто развалить. Каэрос Макси здесь погиб сразу бы, он вообще... А он, по-моему, и так погиб, на самом деле, вот что самое поразительное. 50 хп у него было, нет, должен выживать. Останется копейки у него, но он выживет. Ну да, у него очень мало хп своего, поэтому, да, 10%, там, 12%. На топе, лонг диди, и вот минус лонг диди, неплохо. Теперь бежать на стампиде. Минус лонг диди, но здесь... Ой-ой-ой, поймали года и трусят года, проблемы огромные года. Год отбегает, демедж не прошел по нему, фактически, и год выжил. А вот теперь беда, а вот... Но он не сможет блинк, потому что ему забивают. Да, и Году здесь просто забьют. Боже, как его... Хотя, слушай, он может еще погрызаться, кого-нибудь убить, я не знаю. Ну вот он диди, да, но сейчас год, конечно, приплыл. Просто бедного жоуа закрыли, он не может бить. Ульта парыщна, хороший ульта парыщна, это минус 2. Или Сенкинг отбинковался от ульта. Да ладно! Сенкинг ушел, но он бы не умер, на самом деле. У него все-таки 1000 хп было там. Но 820-го пристрелил просто. Хорошо-то такой сделал. Ну, хорошо, что у Года есть вайбек, во-первых. Во-вторых, не надо ему его делать, надо постараться дождаться. Непонятно, пойдут ли здесь сейчас вообще... Ну, вперед поехали через 5 секунд, почему же не пойдут? Ну да, наверное, АБ собираются тут попушить, но... Ну, у них все-таки Аега, сыр, все при них. Ну, вообще, по логике вещей, там, пусть сейчас, если пойдут пушить, они могут нафигить просто жестко, потому что у них нет ульта. У Шенкинга, у них, пускай, вертся мейдж на базе будет, и так далее. Но летит сюда Хорион, вот ульта Парейшна на встрече. Опять этот ульта Парейшна залетает, конечно, который уже напрягает очень серьезно. Но, правда, залетает он не вовремя, прямо скажем, сейчас просто он пройдет, да, тут Мекку, и... Ну, пока он пройдет, появится уже Мипа, и 10 секунд, вот, буду ждать Мипа, ну, и вот поздновато появится год. Надо уже начинать драку, чтобы год появился уже в разгар драки, а не вот так, на Ксяу напасть, да, Блэч ему. Да, Егес, Егесу, Ксяу, да, ну, по идее, должны просто отходить сейчас, наверное, здесь Тангфу. Да, так и делают они, знают они, что Мипа уже идет, и это опасно. Кстати, Йоу купил себе блинг, вот он, теперь хоть может залетать. Или не будут догонять, МП будет догонять сейчас, или даже просто начинать драку, Вот ДД из Сынкингаг спануть, ой-й-й-й-й-й, ну, йол-й-й-й-й-й. И ульта порейшна в никуда. Блако ульта Барата залетает, да, который... И стрела в никуда, и год вот прыгает, правда, на Жоу, Жоу убивают очень быстро, и Ксяуэйт в первый раз убивают, и ДД убивают. Всех убивают, Жоу не поражал, просто БКБ сырый. Ну, кстати, там Ксяуэйт второй раз убивают, а здесь пока... Как его убивают, просто этого Ксяуэйта. Ну, а БЗ пытается догнать 820-го, ну, в спиды должно быть больше, ну, так, на разорвать ситуацию с 222-го. Дело-то минус 4, нет ни у кого байбека. Ни у кого нет байбека, если бы знали об этом Виртуз Про, они бы сейчас просто пошли бы по Миду. Да, они, наверное, пойдут, в любом случае, по Миду, ну, Тир-2 там разобьут. Вот эти жирные крипы, они уже допушили там дроны почти, и это значит, что, ну, короче, тяжело пропушить, но не успеют просто, куда дойти. Надо еще раза два вот так вот подраться. Ну, вот сейчас, дожди, сейчас они подрались... А, нет, сыр, сыр остался. То есть, они убили пятерых, и они не потеряли вообще никого, кроме Reincarnation и Йола, ничего не было потрачено. Жанко, нельзя пересмотреть, потому что не очень понятно, что случилось с Жоу, почему он вот так вот как-то умер, что он ничего не нажал. На него прыгнул Седой, дал стан, и он стоял в стане Седова. И сразу же туда ворвались куча мипарей, и он просто-напросто после стана Седова не успел прожать. Вот твоя тараска, ты как бы всерьез с ней не выживаешь, и демиджи утянется этой тараской. Ну, короче, юзались. Артефакт, конечно. Вот сейчас он приобретает лучше. Летят за годом, смотри, наверх. Ой-ой-ой. Да, и тут... Ой-ой-ой-ой. Ну, год не тратил байбэк, но... Ой, какая попытка от года глупейшая. Вот это... Ну, ему дали стампиду, он мог просто бежать и... Ну, вот, бежать подальше, там, блинками просто уйти, а он попытался просто тэпнуться. Ну, в итоге надо будет тратить байбэк. Да, он купил Hex. В любом случае, байбэк вот прямо сейчас надо доезжать. Ну, блин, сейчас просто... Сейчас китайцы опять ляфидят, по идее. Ну, вот они так идут. Сейчас, типа, год байбэкается, минус опять минус 4, там, делают Virtus.pro. Снова не успевают пропушить, потому что лайны... Ну, может быть, на этот раз они уверены, что не получится у них, у Virtus.pro их всех поубивать. Смотри, жёлтый 3-3 нельзя отдавать ни в коем случае. Надо уже начинать драку. Вот, вот. Да, залетает сюда ультопоры. А, на этот раз они умнее. На этот раз они умнее LongDD, Forstuff. Подмап прыгает, начинает расстрел LongDD. Седой дал стан сбил ТП. LongDD одного убили. На этот раз китайцы умнее. Да, LongDD до сих пор ещё жив, но нет. Ну да, в принципе, размен байбэка на LongDD это более-менее размен. Так это очень крутой размен. Байбэк у Мипа. Это, блин, невероятное количество бабла. Было у него 2000, осталось 300. И 6 минут в кулдаун пошёл года. Да, да. Китайцы в этот раз не собирались драться. Ну, кстати, сейчас на развороте. Они знают, что все мипари на миде. То есть, мипарей сверху нет. Это значит, что здесь можно драться. Вот пошёл один. Какое-то время. Три минуты до четвёртого Рошана у нас. Всё, один мипарь идёт наверх, поэтому там уже драться. Ну, сейчас на Ксяу будут нападать. Да, юзают ульт. Ксяу просто остаётся как вафельный рожок здесь. Ну, и вот прыжётчик. БКБ и ТПАут. Вот БКБ и ТПАут. Ну, вот это БКБ постоянное прижимание. О, за годом идут снизу. Да, у него нет байбэка. Это, кстати, если сейчас Гот не прочувствует, не поймёт, что за ним и Дотр. Всё, Гот не прочувствовал. Это коррекция ДГ. Да. С Найксом вылазят. ТП, Сайлентс, Мистик Флэр. Гот погибает и 77 секунд не будет. И можно попробовать на развороте что-то сделать. Но получится ли? Приседой прыгает и прям прыгает между трёх. Стрела между трёх. Не попадает под копом Астана. Хороший залетает. Да, хороший залетает. По Найксу попадает эта фигня. Найкс есть сыро, но не может им воспользоваться, потому что он под дебагсом минус 4 уже на самом деле. Я не знаю, кто всех убил на самом деле, но 3 байбэка. Но они как-то поумирали сами по себе. И Ёл тут тоже погибает. 3 байбэка, Ёл умирает. Не, ну тут уже без шанса. Тут уже без шанса. А Найкс тоже байбэк. Да, уже бежит. Да, мне порядка, где секунды. Это какая. Тут... Ну, хотя... Не-не-не-не, тут без шанса не смогут никак отбодаться, скажем. Да, тут бежит, и глифа нету, да. Ничего, нету. То есть 30 секунд. Детят последнюю сторону, вернусь про из последних сил. Но... Танфу могут даже позволить себе суицидную сам неё, им вообще пофигу. Но дейми суицидиться не надо будет, потому что... Да, наверное, репостно дают свою там Жоу, проблемы у неё, на неё напали. У него сыр когда-нибудь, но, может быть, прожмёт всё-таки. Но это уже будет совсем другая история. Нет, поражал. Сыр. Он всё-таки прожал. Сыр. Ты имел в виду, что, может быть, в следующей игре он прожмёт этот самый сыр? ГГВП, 1-1 у нас становится счёт. И ничего ещё у нас не ясно в этой игре. Да, странная игра, честно говоря. После пика этого НИПа и после начала, мне казалось... Ну, вот этого начала, где там вообще двух просто на халяву в лесу забрали в Вирту Скрой. Я думал, что тут уже всё. Что они будут топтать, топтать, топтать. Ну, изи катка, да. Но нет, нет, нет. Оказалось... Сильно поздно они там начали, грубо говоря, драться за товара, потому что не могли ничего сделать. И уже слишком большое было преимущество. Там пару глупых смертей МИП паря и... Всё. Ну да. Да, 3-пла в харду, короче, была провальная идея. Если бы они просто стояли на лёгкой у себя, отводили бы крипов, Оперешен был бы там шестой, к минутик какой-нибудь восьмой. И он бы уже просто кидал эти ульты, и всё. И уже было бы норм. Продолжение следует...